Итак, ребята, доброе утро! Да-да, в принципе, солнышко встало, мы с Рустиком пошурфили, наверное, ночью пару часов. Рустик откопал вон там рельсы, рельсы 2-2,5 метра. Говорит, какие-то там надписи. С фундамента я поднял всего-навсего одну царскую монету и советскую пионерскую бляху. Ну, знаете, наверное. Но я вам сейчас прийду на новый шурф, вам покажу. В общем, Рустик у нас сдался, со своей девушкой спит. Сладко спят, очень сладко. Не буду показывать, как они спят. Я сейчас отправляюсь на фундамент. Повторюсь, зашурфились мы ошибочно. Оказалось, это домовая яма именно после, наверное, сарай. И когда, знаете, засыпки нету, а вот такая сарайная, такая вроде целина идет и идет стекло, вроде керамика. Вот. Я сразу понял, что это неверное предположение, что это дом был. Это был сарай. И я решил попробовать вот в этом лесочке. Вот видите лесочек? Потому что как бы перед сарами в основном всегда стоят дома или же наоборот. И у меня там находка. Находка настолько хорошая, что я пошел за камерой. Камеру с собой не таскал. Поднял там несколько советиков. Вот. Но все равно, дабы от имения ему лучшего, решил продолжить шурфить. И там классная находка. Ладно. Пойдемте покажу вкусняху свою. Итак, ребят, у нас приехали товарищи. Вот он, один из товарищей. Привет. Шварц. Серега. И вон там он это, ботаник. Вон он. Уже купался. В общем, ребята, они приехали. Ну и вы понимаете, что у нас происходит такое, когда... А, не шурфят, да? Монеты хоть нашли? Конечно. Вот. В общем, мы приехали отдохнуть. Потому что, ребята, жара жуткая. Больше 30 градусов на солнце. Вот. И мы решили расслабиться. Ну, конечно же, без застолья у нас не обошлось. Монет наковыряли ночью с Рустиком нормальным. Правда, Рустик спал. Копал я только один. Вот. У меня получилось неплохо, неплохо. Я доволен уже копом. Можно уже просто-напросто сидеть за застольем. Пацаны только приехали и сразу, как говорится... Мы еще наверстаем. Да, они наверстают с ночевкой. И мы, думаю, сегодня тоже откопаем. Классно. Время уже подходит 4 часа. Я последний, кто на ногах. ложусь спать. Завтра. Завтра посмотрим, что у нас получится. Возможно, пацаны разъедутся, не покопав. Да, ребят. Пацаны приехали, не покопав. Приключение было чудовищное. Ладно. У меня находки есть. Это самое главное. Есть, что вам показать. Чуть позже люди еще приедут. Так что, видео будет продолжение. Так что, приятного просмотра. Утром посмотрим, что мы накопали. Ребят, доброе утро. Для меня оно доброе утро. А пацаны уже домой собрались. Уезжают домой. Откопали. Ночью, вернее, не ночью, а рано утром. Стас приехал. Вон там он копает. Сейчас я к ним присоединился. Женька ночью уехали на рыбалку. Посмотрим, что они там нарыбачат. Итак, ребят. Приехали вот сюда вот. Дабы жарко. А здесь тенечек. И начали делать первые капки. Стас, здорово. Здорово. Стас у нас до сих пор пытается включить прибор. А я, ребяту, сделал вот такую колоссальную находку. Смотрите, что. Ой-ой-ой. Ох, отличник. Отличник. Причем, воздушные войска. Вообще огонь. Старый образец, ребята. Старый образец. Класс. А в руки мне попал необычный значок. Знак «Отличник авиации». Знак учрежден 1947 года и вручался вплоть до 1957. Имеется две разновидности этого знака. Надпись «Отличник авиации» в одну строку и в две. Наш знак в две строки и является более редким и дорогим. Вот такие находки для меня более интересны, чем обычные монеты. А для вас что интересно? Пишите в комментарии. А сейчас возвращаемся на КОП. Итак, ребят, хожу в фундаменты, присматриваю какие-нибудь интересные. Но, без силы на исходе. Вот из этой ямки выпала монета, ребята. Что за монета, не знаю. Сейчас вместе с вами будем узнавать. Узнаем, что за монетка такая интересная. Так, не с той стороны намочил. Это трюшка. СПБ. А год, сейчас скажу, ребят. 1902 год. Вот такая двушечка. А, трёшечка. Трёшка. Зачёт пойдёт. Забираем. Сигнал был, ребят. Невзрачный, так вы знаете, такие как бы не копая. Ну, выпал вот такой вот куглешок. Чё за ерунда? Не знаю. О, да это образок, ребят. Смотрите, вот здесь вот ушко отломалось. Но, ликов святых не видно. А, хотя, проглядывайте вам. Да, что-то есть. Ребят, жарко, очень жарко. Я, наверное, сейчас буду закругляться. Вот, пацаны тоже заканчиваются. Вот, сейчас тоже будут собираться. Вот, я сделаю обзорчик того, чего я накопал. Сегодня, к сожалению, пацаны похвастаться находками не могут. Ладно, очень жарко. Пойду я, наверное. Третий день на набер. Ребят, последние камрады уезжают. Я тоже сейчас буду закругляться. Счастливого пути. Спасибо за коп. Буду закругляться. И тоже. Сейчас обзор. Родник. Умоемся. И в путь дорога. Кстати, сейчас еще поедим. Там костерчик себе разжег. Чайничек накипятил. Сейчас Дошик поедим. Ох, красота, блядь. Три дня, ребята. Три дня, как эти. Итак, ребят, пришло время попрощаться. Я освежился, помылся. Все нужно перед дорогой сделал. Родник освежает прям махом. Классный родничок. Вкусная вода. Находки у нас сегодня особо-то интересного нет. Ничего. Пацаны откопали не очень. Я не снимал то, что они нашли. Но у меня есть немножко того, что можно сегодня показать. Есть, конечно, печальная монета. Вот, очень печальная. Но все же обязан отчитаться перед вами. Копа у нас состоялась, как говорится, уезжая с самой последней. Третий день нахожусь на ногах. Первые две ночи вообще не спал. Вот там вчера пару часов взремнул и все на этом. Вот. Ладно, давайте находки. Не будем долго затягивать. Основная масса монет это советские. Вот. Были несколько приятных. Вот этот первый на фундаменте выскочил. Я думал, фундамент вообще будет зачетный. И монеты все будут вот такие вот. Но нет. Затем такая вот находка. Мы ее как бы с пацанами датировали. Это Александровский период. 1860-е годы. Ну и всю информацию я уже прикладывал. Трешка сегодня выпала. Достойная, зачетная. Двушка. Красивая. Сохранный рельеф хороший. Печальная копеечка царская. Вот это я. Нет, тер. Тоже царь. Две пуговки. Орляночка обычная, стандартная. И вот ночью поднял вот такой вот артиллерийская. Второй полк. Зачетное место займет в коллекции. Дальше. Что у нас было? Это образок я так не прочитал. Вот такая вот у нас пряжечка. Пионерская. Вот такой вот знак. Выпал. Это ранний. Ранний. Ну потому что здоровый. Стандартные отличники. Они поменьше. А это прям большой. Вот такой вот замок. Братья Челинь. Имеется надпись внизу. Братья Челинь. При Николае работали. Вот. И печальная вот эта, ребят. Печальная вот эта вот монета. Это 15 копеек. 42-й год. Кто-то ел бы нашим вярку. Печальная. Очень дорогая монета. 42-й год. Ну и все, наверное, ребят. На этом я буду заванчивать. Сегодняшние покатушки. Экспедиция состоялась. Так что сейчас путь дорога. Два часа по жаре. Два часа ехать домой. Так что все. Всем пока. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok